здравствуйте дорогие друзья с вами светлана короткая сегодня предлагаю сшить вместе со мной вот такого зайчика зайчик у нас игровой и в то же время это будет прекрасный подарок на новый год на пасху а также можно из таких зайчиков сделать целый букет как делают из цветов или из конфет потому что зайки такие шьются очень легко зайки можно менять одежду потому что все снимается раздевается зайка хвостик остался на штанишках зайчика я шила из вот такого флиса это плед из магазина fix price и потом немножко состаривала кто не любит состаривание просто шьем появилась сложность выкроить все детали из этой ткани поэтому покажу вам свой метод может быть у кого-то что-то тоже интересное напишите в комментариях как вы работаете с такой тканью на которой вот ничего не нарисуешь а нужно перевести сюда выкройку перевела всю выкройку на лист бумаги отметила себе если ткань тянется прикалываю эту бумажку к ткани вот так и шью все по бумаге кроме хвостика хвостик нужно будет просто вырезать на всех деталях у меня есть отметочки где я вот не дошиваю чтобы потом здесь можно было вывернуть друзья хочу вам показать вот такую лапку с открытым носком я купила на валберисе я видела еще на алиэкспресс но не заказала на алиэкспресс по той причине что очень долго идут доставки вот такая лапка здесь была и здесь хоть и стеклянная вроде бы вставочка но очень трудно было рассмотреть вот особенно когда шьешь мелкие детали а здесь вообще все открыто открыто все пространство и смотришь за иголочкой и идешь еще вот такую я лапку купила на всякий случай я не знала какая будет лучше здесь есть отверстие для иголки и тоже вот впереди все открыто друзья прошила все детали и хочу вам сказать что бумагу все-таки выбирайте по плотности более плотную обычную офисную у меня вот сейчас немного тоньше и по ней было не очень удобно шить снимается обрывается бумага легко поэтому смело берите обычную офисную плотную бумагу прежде чем снимать бумагу я вырежу все элементы если ткань сыпучая близко к строчке не подходим сразу не обрывая бумагу делаем надсечки во всех вот углублениях иначе потом их трудно будет найти эти места а теперь смотрите как легко снимается бумага даже если чуть-чуть останется ничего страшного эта бумага обычно ничего не остается чем толще бумага тем даже еще еще проще снимается не берите не туалетную не салфетку не бумажное полотенце из этого ничего хорошего не выйдет если все правильно сделали у нас все четко получилось по выкройке все вот что у меня получилось теперь я беру это все выворачиваю такого зайчика можно шить любого размера то есть выкройку можно увеличить или уменьшить зайчику в ручке можно дать любые аксессуары например барабан морковку если пасхальная работа и яйцо детали набиваю холофайбером ушки я набивать не буду а вот голову и туловище набиваю поплотнее с хвостиком все просто отступаю от края примерно 5 миллиметров и набираю вот так на иголку на нитку по кругу потом все стену хвостик я ничем не буду наполнять потому что вот это по вот этот край который я оставила пол сантиметра я его подверну вовнутрь он и будет наполнителем остается потянуть за ниточку и все весь срез внутри и он создает объем чик ничего здесь больше не добавляя закрепляю и можно будет пришивать можно пришить как на самого зайчика можно пришить так и на штанишки или на платьице если вы не планируете игрушку раздевать одевать друзья смотрите набила я плотненько тело здесь прям плотно и получается такое прям пухленькая объемная все что касается передних лапок набила я здесь уже послабее не сильно туго здесь я уже зашила сейчас я зашью эту сторону ушко шовчики растягиваю в ушко я ничего не добавляю но по центру вот здесь я сразу сделаю вот эту складочку затемню у меня есть вот такие цветные тени можно взять сухую пастель масляную пастель ну кому что нравится складываю пополам вот это окрашена это будет внутренняя часть ухо здесь я сделаю закрепки чтобы потом удобнее было пришивать что касается головы прежде чем ее наполнять я буду прикреплять глаза и носик примерно по центру ставлю точечку для носа и там я буду делать глазки под глазками я здесь затеню также и носик тени они создают все-таки объем и не хочет проходить я сейчас раздвину в принципе у меня все устраивает я теперь тоже на глазки одеваю заглушки конечно если сильно рыхлая ткань или вязаные изделия то глазки можно еще и подклеивать но здесь вот оно не требуется набила плотненько распределила я так немножко прихвачу не обязательно тут сильно зашивать потому что сейчас все это будет соединяться вместе с туловищем шеи поднялся здесь гвоздик этот я его немножко сейчас опущу вниз наполнитель его поднял глазки нормально все это поправляется легко под носиком пробовала делать брови но честно говоря их практически не видно поэтому я даже не буду заморачиваться все выхожу сюда опять и закрепляю ниточку соединяю я это все булавочками здесь можно отметить как это все будет выглядеть наметила я себе и теперь беру иголочку и просто пришиваю здесь можно пришивать любым способом захватываю на голове несколько нитей потом на туловище иду в одну сторону потом чтобы это все не скрутилась иду в обратном направлении голова на месте лапки оставляю хвостик здесь подлиннее чтобы можно было потом завязать прокалываю подхватываю наполнителя и вывожу немножко захватив нитей вот так в обратном направлении иду то же самое делаем здесь тоже захватила здесь и вывела все иголочки мне не нужны стягиваем завязываем очень туго потому что нитки по-любому постепенно ослабляются вот можно три раза завязать вдеть в иголку и вывести нитки нужно им повесить барабан лапками будет стучать по барабану теперь я пришиваю ушки ушки пришиваем тоже просто обязательно пришиваем хвостик лучше зайчик будет без хвостика если ткань у вас сильно белая можно саму ткань искупать в кофе чай ткань синтетическая она много на себя краски красителя не возьмет чтобы сделать более винтажного я немножко здесь вот пройдусь по швам кому-то нравится посильнее состаривать кому-то слегка уже прям красавчик получается можно еще щечки порумянить друзья милота делать не сложно украшение любого праздника все-таки это зайчик он везде фигурирует во всех сказках во всех праздниках вот делала все по одной выкройке но вот этот у меня слабый набит ну каждый раз что-то будет разное ничего одинакового практически не получается потому что каждая игрушка имеет свой характер свой вид решила добавить усики что мне показалось как бы незаконченная работа получился вот такой зайка сейчас мы его будем одевать для штанишек я беру вот такое сукно можно взять фетр низ и верх штанишек я подшивать не буду потому что ткань у меня не сыпется можно конечно из из другой любой ткани это все сделать вот такая детская футболка есть уже никому не нужная надо будет надрез сделать такие липучки буду использовать в виде застежки можно кнопочку пришить пуговичку в начале я прострочу потом вырежу и выверну первого зайчик одевала через ноги через голову даже так лучше надрез можно было не такой большой делать не стала менять нитку на темную во первых вам виднее что я здесь прострочила а во вторых в принципе ее и видно не будет сейчас все вывернем и обязательно делаем надсечки хотела сделать как комбинезончик но передумал намечаю где идут складочки берем маленькие пуговички у меня перламутровые такие есть бретельки вырезала по длине и потом их обрежу сразу делаю складочку бретелька и пуговичка и сразу это все прошиваю и так я пришиваю все четыре штанишки примеряем ну что ж надо же сделать здесь тоже надрез для хвостика вот этот хвостик зайчик с морковкой у меня уже есть морковка это сложила ткань на угол и дала строчку здесь все при собрала на нитку ставила во внутрь листочки из фетра но отнимать морковку мы у первого зайчика не будем поэтому сюда я сделала барабан а сзади не показала сзади все аккуратно и красиво когда я их шила получила большое удовольствие потому что все мы родом из детства играем создаем композиции дарим друзьям ну по-моему прекрасная идея на любой праздник творите и вытворяйте с удовольствием радуйте себя и своих близких а на сегодня я с вами прощаюсь благодарю за просмотр до новых встреч 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 до новых встреч